Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Отмечая события, которые оказывают серьезное влияние на рынки, обязательно нужно упомянуть об индексе потребительских цен. И сейчас станет понятно почему. Для начала выясним, что означает данный показатель. Как следует из названия, индекс отражает изменение цены на корзину товаров и услуг за отчетный период. В большинстве стран, в частности в США и Еврозоне, индекс потребительских цен публикуется раз в месяц, чтобы инвесторы смогли оценить динамику от месяца к месяцу и по сравнению с прошлым годом. Важный момент. Не нужно путать данный показатель с другим, похожим по названию. А именно с базовым индексом потребительских цен, который отличается тем, что измеряет изменения в цене товаров и услуг за исключением продуктов питания и энергии, что вносит определенный вклад в размер данного показателя. Общее назначение двух этих индексов – оценить текущий уровень инфляции в стране. А это очень важно для регулятора, то есть Центрального банка, который при принятии решений о размере процентной ставки очень много внимания уделяет именно этому показателю. Теперь обратим внимание на тенденцию индекса потребительских цен. Сразу отметим, что положительные значения индекса, то есть когда уровень цен увеличивается, считаются позитивными моментами для экономики и влияют на курс национальной валюты в сторону увеличения. А когда происходит снижение цен на товары и услуги – это негатив для производства и экономики страны в целом. Конечно, нужно сделать оговорку, что слишком высокие темпы роста цен означают и высокую инфляцию. А это плохо в долгосрочной перспективе. Поэтому наиболее радует инвесторов незначительный, но стабильный рост индекса цен. Именно это мы можем наблюдать в последние месяцы в США. А если рассматривать этот показатель за долгие годы, то видим, что за исключением периодов финансовых кризисов этот показатель был в положительной зоне. Если мы обратим внимание на график пары евро-доллар за последние несколько месяцев, то увидим, что во многом благодаря положительному индексу потребительских цен доллар укреплялся по отношению к европейской валюте. Последняя же публикация данного индекса состоялась 17 ноября. И мы можем видеть на часовом графике пары евро-доллар, что после публикации мы могли заработать на продолжительном снижении валютной пары. В этот же день публиковался базовый индекс потребительских цен. То есть нужно запомнить, что эти отчеты всегда размещаются в одно время. Так как много информации в них пересекается. Надеемся, что вы обязательно будете использовать в торговле данную новость и что это видео было вам полезно. Всего доброго!